Белок, содержащийся в яйцах, является настоящим строительным материалом для детского организма, он способствует увеличению количества молока у матерей. Помогает он быстро восстановиться после длительного лечения и операций. А для спортсменов яйца полезны в процессе наращивания мышечной массы и для быстрого восстановления после физических нагрузок. Железо и лицетин помогают наладить работу кровеносной системы, регулируют обменные процессы. Витамин Е способствует улучшению памяти и стабилизации мозговой деятельности. Токоферол в сочетании с селеном оказывают на организм антиоксидантное действие. Фосфор улучшает структуру волос и костей. Йод нормализует работу щитовидной железы, а железо положительно сказывается на процессе синтеза красных кровяных телец. Вред от употребления яиц состоит не только в количестве их поглощения в сутки, но и от их обработки, способа получения и употребления. К примеру, употребление сырого продукта несет в себя огромный риск заражения сальмонеллезом. А если употреблять инкубаторские яйца, то есть вероятность, что у человека снизится иммунитет, будет нарушена микрофлора кишечника. Дело в том, что в инкубаторах куриц, как правило, кормят антибиотиками, а они, соответственно, попадают под скорлупу и остаются там, проникая в организм человека. То же самое происходит с нитратами, которыми обрабатывают корма для птицы на промышленных предприятиях. Желательно полностью отказаться от жареных яиц, тем более с майонезом и всевозможными соусами промышленного производства. Придется отказаться от употребления яиц при наличии мочекаменной и желчнокаменной болезни. Они могут стать причиной появления колик. Абсолютным противопоказанием является диагноз цирроз печени и гепатит.